окей запись пошла всем привет сегодня у нас 23 ноября гостей давно никого не приглашал никто не напрашивался никого все работают все кто хочет на данный момент заработать работать сейчас там неважно черный пятница или к новому году готовится у нас тоже огромное количество запусков товара своих и чужих вот и тяжело даже организационными моментами этими заниматься просто есть привычка и обязательства каждый понедельник и четверг проводить эти лайвы ну с периодичностью последнее время новый год уже подытожим есть наверно что-то рассказать давно так сильно не напрягались сегодня тему хочу рассказать по поводу я рассказал первую тему по поводу продвижения потом рассказал по поводу выбора товара сейчас попытаюсь достаточно вкратце рассказать по поводу китая то есть когда мы уже выбрали товар и с ним работаем вот и прошу именно вопросы по этой тематике задавать после того как немножко расскажу принцип принцип вот эти шаги я не знаю как это все правильно выразить так поехали работа китай начинается после того как мы выбрали товар я уже рассказывал выбор товара заключается в том что мы откидываем сначала совсем не интересные нам товары вот после мы уже начинаем переговоры с китайцами на них не хочется очень много тратить времени на самом деле вот из-за этого достаточно много товаров и на первой стадии отбрасываю вот на переговор с китайцами мы откладываем ну примерно в среднем получается так около 3-4 дней максимум недели откидываем естественно выходные дни то есть получается 5 рабочих дней вот первостепенно начиная работать с китайцами я делаю достаточно все просто подготавливаю болванку то есть определилась какой-то ну какой-то нишей какой-то какими-то товарами в основном как бы почему я не говорю про товары конкретные потому что все равно смотришь сквозь них что будет дальше в ретроспективе на там хотя бы полгода вперед вот мы выбрали товары дальнейшее наше действие это провести максимально быстрые переговоры потому что насколько research быстро то есть сейчас мы делали research насколько мы быстро запустим товар от настолько более точным он будет вот да понятно что мы все учитываем и учитываем сезонность мы учитываем тренды мы все учитываем но в любом случае если бы я мог бы выбирать товары практически мгновенно их запускать например в течение недели это было бы намного точнее чем я их запущу через 2 месяца в среднем получается запуск товара наверное от месяца до двух это мы говорим о самолет это мы говорим экспресс доставка это мы говорим о нормальных обычных товарах которые производятся до месяца вот я принципе работаю с такими товарами я не работаю с товарами на данный момент смотрим вот как-то ускребаемся находим такие товары которые все-таки можно аэровозить потому что ну хочется быстрее торговать нет силы ждать вот это вот трекамуде сколько там всяких приключений и самое главное время и мне на этом нет ни моральных не физических сил вот соответственно я скидываю письмо выбрал товар скидываю письмо китайцам в первую очередь да мы там отмечаем в основном алибаба до глобал чайна бывает 1688 там и так далее но в основном 90 процентов это алибаба как бы там не был как бы как бы там посредников не сидела сколько вы там плохих производить не сидел в любом случае это алибаба вот то что они самые цивилизованные в этом отношении с ним проще всего работать по оплатам по гарантиям все-таки они там основной масс принимает и paypal и trade insurance то есть все таки более-менее хотя я вообще не обращаю внимание что они пишут в заголовках вот с каждым можно договориться еще и не встречал такого с кем нельзя было говорить соответственно я беру пишу болванку в болванке я указываю что я указываю указываю я представляюсь то есть моя задача заинтересовать то есть я хочу получить себестоимость то есть первым письмом вообще я делаю именно проверяю себестоимость вот и переговор у меня принципе это начинается потому что мы все отсели мы выбрали товар группу товаров много разных товаров и соответственно я трачу на каждой примерно неделю чем я меньше их выберу тем меньше на это время потрачу соответственно я скидываю письмо привет меня звать так то я работаю в компании никаким я образом не даем информации кто я такое что я себя представляю то есть меня звать так то так то меня интересует какая-то группа товаров меня соответственно интересует конкретный товар доставка обязательно в amazon даллас я в основном пишу потому что чаще всего мне в даллас отправляют и пишу вам минимальное количество это 1000 вот потому что 1000 это уже такая более-менее красивая цифра для старта достаточно чтобы многих китайцев заинтересовать хотя бы пускай там как-то снисходительственно будут относиться но в любом случае вот вторым действием я прошу нормальные живые фотографии прошу срок производства в принципе все вот это вполне достаточно чтобы им было недолго отвечает чтобы они могли нормально ответить вот отсылая письма в основном это у тех кого написано мануфактура мануфактура трейдингом компании там и так далее если ниша большим количеством продавцов я трейдингом компаниям не отсылаю не с того что им не нравится не нравится но если им даже лень было шильдик там мануфактуру дописать там документы предоставить не хочется вот я на начальном этапе начинаю так отсеивать вот в принципе сейчас кабинет в Alibaba подготовьте если кто не знает какую-то левую почту вот чтобы вам туда все слали если у вас будет подцеплен телефон вам еще на WhatsApp будут все кому не лень слать вот я никого на мессенджеры не перецепляю только в самый последний момент все когда мы это все сделали отправили письма ждем в основном честно могу сказать нормальные нормальные кто хочет с нами работать в данный момент ситуация может быть разные загрузка перезагрузка кто-то заболел менеджеров не хватает не знаю вот есть два-три дня в принципе достаточно вот и первые вот эти два-три дня в основном мы с ними не завязываемся в работу или соответственно отсеиваем потому что я сразу не отвечать даже на вопрос на вопрос когда я пишу письмо и мне начинают задавать дополнительный вопрос еще что-то я сразу их отсеивают я отсеиваю очень жестко вот практически ни с кем где в дискуссии не вступает то есть мне надо чтобы мне что я из-за этого очень сухой очень сухой коротенько письмо чтобы мне просто на него ответил если люди мне ответить не хотят не могут особенно когда они пишут что мои менеджеры с вами свяжутся они пишут уточните какая точно модель ну то есть пойду сейчас на базаре найдут это моя модель пришлют за это я спрашиваю очень достаточно широким диапазоном то есть что у них конкретно есть потому что дальнейшие действия дальнейший вопрос о новых моделях кастомизации не знаю там об упаковке а нанесение логотипа и всем остальным я буду разговаривать позже вот основная масса отсеивать то есть остается дай бог процентов 30-40 которые ответили четко на вопрос на поставленный вопрос пускай не полностью пускай частично но в любом случае основная масса отвечает вот их я отсеиваю начинаю прорабатывать немножко по ценам может быть дополнительно какие-то вопросы дозадаю вот уточняю следующее письмо принципе основной такой у меня идет это как я могу получить ваши образцы я больше ничего не спрашиваю то есть вот ничего уточняющие те вопросы это больше относятся именно к первым письмам то есть чтобы они не до уточнили чтобы не фотографии выслали чтобы они мне выслали цены ну то есть именно уточняет только первое письмо никаких больше дополнительных действий все максимально минимизирует мне не нужна лишняя информация на самом деле то есть я цены получил тысячи мог с доставкой почему доставка это основные затраты постоянный затрат на товар и на и логистика я всегда на не буду тратить понятно что мы можем фортерами отправлять понятно что мы можем там самолетом пароходом там я не знаю как угодно на будущее но начальном этапе производится не даст максимально дорогие условия ну по крайне на которые могу рассчитывать мне это вполне не это вполне устраивает я в принципе на него и отталкивать все второе письмо основное это я говорю как я могу получить образцы вот даже не пишу про китай они мне пишут там что-то кто-то по-разному там всякое я им прям на их от любой ответ абсолютно любой я им скидывать китайский адрес ответы абсолютно разные всегда не бывает единого первое самое обалденное они вам все вам отослали бесплатно второе тоже нормально мы отправляем товары бесплатно но просим заплатить за доставку товары не дорогие посредник и разных местах находится я принципе работаю с разными людьми но вот сейчас у меня есть там друзья я работаю через шанхай отправляя все туда вот стоит мне это 5-7 долларов то есть где-то 20 процентов бесплатно 50 процентов платная доставка процентов 30 вот из тех отсеяных которые нормально пошли на переговоры общаются быстро отвечать на вопросы только я только с такими работаю то есть я отсею вот и как многие спрашивают почему вы с многими производителями работаете у вас даже партии часто не проверяете ну может быть из-за этого потому что я очень жестко отсею то есть начинаются какие-то непрофессиональные действия какие-то вещи которые мне не симпатичные торможение какие-то так далее я их отсею 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 но это опять далеко не в каждой нише то что бывает разной ниши и всегда по-разному ну вот отсалом значит адрес китайский значит выбрал эти 70 процентов у меня был последний раз вариант 15 образцов примерно прислали причем я не пишу там я говорю пришлите вот ваши лучшие образцы по этим позициям там если у вас есть вариации пожалуйста цветовые гаммы сколько хотите мне без разницы чем больше вы пришли тем более качественно ваш продукт будет тем более вероятно я с вами буду работать все это я сделал часть вот этот процентов 30 оставшиеся мне пишет у нас там например 40 долларов с какой радости типа ну там например товар стоит 2 доллара доставка 7 там даже два бросает 11 долларов я им прям так в цвет пишу ну вот у нас такие правила им прям вот вот всем таким вот у которых такие правила им пишу прям очень жесткой форме то есть я пишу правил нашей компании оплачивать только доставку то есть я не пишу ничего лишнего из вот этих 30 процентов по крайней мере по моему опыту половина половина отправляет не так половина начинает мне я вам спешу из депозита я там я не знаю то есть вы там компенсируете там я говорю да мне не интересно ну просто этим маг этим таким образом я отсеиваю тех людей я надеюсь которые все-таки занимаются перепродажи которые сбегли в ларёв им товар на халяву там не дадут он еще там решил у меня такое отношение ощущение на и решил навариться нами то есть наверняка еще и себя работой будет вообще сказка вот потому что ну не знаю я как бы менталитет китайцев не знаю и в этом отношении даже голосе сбивать не хочу это не мои проблемы вот все мы отсеяли приехали образцы к моим посредником с консолидацией мы по видеоконференции они созваниваются там 10 там пришло грубо говоря образцов 5 образцов не столь важно чем больше конечно тем лучше потому что понимаешь сравнение только качеством потому что непонятно сравнение мы отсеяли я сразу посредники уже знают я им говорю мне вообще ничего не надо то есть сразу мусорку выбрасываете весь шлак который там приходит потому что реально на фотографии все одно и то же приходит в качестве абсолютно простых товаров абсолютно разные все люди потрогали посмотрели я им доверяю они адекватно они понимают меня понимают понимают качество что это такое все в мусорку выкинули там я не знаю там бомжам отдали или еще куда мне без разницы я смотрел чемпионов там два три четыре экземпляра производить которые самые лучшие они мне скидывают бывает правда единственный момент вот у меня такая запарка вечно бывает чтобы они визитки присылали а то бывает просто поток номер начинаешь вычислять как там дедуктивным способом кто как зачем и почему выстраивает у нас но высылал нам эти образцы как правило нет проблем ну иногда бывает люди просто образцы высылают вообще без ничего за это просите чтобы выслали обязательно визит вот когда они высылают визитку ну соответственно это проще быстрее найти все три четыре я сейчас начинаю смотреть монофактура это трейдинговые компании монофактура трейдинг то есть какой у них ассортимент я люблю когда в магазине ассортимент все-таки моно так скажем то есть я понимаю что это вот они в этой нише они понимают нишу они себя что-то представляют и от этого отталкиваюсь вот но естественно упор основной на качество образцов естественно вот я выбираю 90 процентов случаев соотношение цены качества в упором на качество то есть мне не принципиально то что я выбираю чаще всего товара с большой маржинальной составляющей за это мне не принципиально даже доллар то есть я возьму за 2 доллара или за 3 доллара даже в этом случае в принципе при нормальном старте я буду торговать товарами от 15 до 30 долларов то есть даже если три доставка там четыре я уже при 15 долларов уже зарабатываю сто процентов по поводу компании всего остального и по вопросам пожалуйста попозже вот все значит я то есть вот три-четыре чемпиона есть мы определяемся с ними раньше я не буду как рассказывать как я работал сейчас я могу сказать что у меня есть теперь слава богу помощник я все-таки пока еще не научил человек там работа на другой работе вот чтобы например мне поиском этим занимался то что мы все равно комбинируем команду людей которые будут именно заниматься 1 поиском вот то что есть все программы я считаю есть все возможности знания искать товары есть люди которых китай вот у меня уже по переговорам с китаем есть вот и в китае есть люди и соответственно уже здесь есть которые правда на английском ну как бы не было принципе его честно могу сказать ящик я уже прошел раз говорил по этому поводу я не считаю что язык это но такое как скажем главенствующим не считая профессионализм и адекватность людей гораздо более важно чем знание китайского языка английского вполне вот я на свой опыт смотрю как мне сейчас человек этим занимается я вот на девяносто девять процентов но просто на стою нельзя наверно и сравнить опять менее чем но как человек работает что какой мне результатом дает приусловно еще работает на своей основной работе не абсолютно достаточно абсолютно я даже не знаки еще нам пожелание даже вот вот я что не говорю она я уже сделал его даже сам бывает удивляешься все человек общается с людьми напрямую мне надо вот эти девятьеватыми фразами как я раньше мучился потому что бывает объяснить очень сложно что ты хочешь вот человек это занимается я голову не сбиваю чуть-чуть торгуется чуть-чуть то есть все все по чуть-чуть делает абсолютно достаточно того что надо потому что я все-таки приверженец не наглеет на старте я боюсь пережать что мне дадут какое-то говно потому что ко мне будут относиться как непонятному клиенту там если что-то может они тоже как-то к нам также отсеивают же нас по-любому не из этого стараюсь брать по справедливой цене которая не выставляет ну вот например товар который я скринно выкидывал я начинал доллар 28 доллар 28 сейчас мы берем уже по 80 центов но коробки отдельно заказываем по 85 за 10 тысяч но только 008 у нас получается 88 центов то есть я за месяц убрал цену с доллара 28 до 88 центов не я смысле вот мы все вот с кем я работаю то есть это мне то есть это за три поставки то есть если люди видят что мы нормально работаем качаем объемы все это делаем четко и быстро 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 делаем вот эти вот манипуляции с ценами с переговорами с кастомизациями с расширением ассортиментной линеек все 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 но на старте я это как бы не не затачивать вот не трачу время для меня больше важно качество адекватная цена конкурентная и скорость чтобы быстро быстро все это доехало то есть в китае по китае образцы приходит у меня там за я не знаю там в течение двух-трех дней переговорами идем в течение двух-трех дней запуск производства товара то есть мы стараемся в течение месяца чтобы товар уже доехал до амазона то есть весь смысл в этом вот то есть работа именно заключается в первую очередь в качественной быстрой работе вот что еще ну производство отправили как правило это естественно 30 процентов но есть производители особенно дешевые товары и 50 процентов ничего страшного у меня так получилось что я свой первый товар 3d insurance оплачил все остальное оплачиваю поэтому так получилось в принципе в основном сдирают с нас 4-6 процентов не смертельно нормально по paypal по paypal есть там нюансы по поводу всяких споров и всего остального я вот по своим очкам проиграл спор неправильно его сделал может быть кто-то может мне подсказать в принципе надо вроде сказали что надо оспаривать решение paypal просто непонятно они я написал причину там два месяца меня мурыжили вообще ничего не спрашивали потом бах смотрю у меня оказывается я уже спор проиграл на три с половиной тысячи долларов неприятно вот ну как бы так но мне зато пока я этим разбирался мне объяснили как надо было начальной стадии спор делать но уже было поздно потому что я уже подал спор как по-честному то есть не было сертификатов не ближайшие качества вот ну как бы paypal это не устроил вот и странно как бы мне с paypal комфортнее работать вот 4-6 процентов если нормальный адекватный производитель можно общаться 50 на 50 когда как потому что работа в какой период времени я в любом случае буду переводить на пионер бизнес аккаунт у меня есть рефералка где вывод денег китайцам один процент всего обналичка то есть для них сказка но у нас к сожалению не будет никаких вообще инструментов на них повлиять все бывают косячи вот производят этот человек который меня перед вами идет постоянно их там подмолаживает в любом случае то есть чтобы не расслаблялись какие-то там коробки дизайна мы доделываем вот раньше мне на это время не было сейчас вот человек принципе этим занимается находит новых поставщиков по упаковке или мы прорабатываем тех поставщиков которые например производитель с кем работать то есть последний раз мы просто на то что товар простой мы просто 10 тысяч коробок купили да и все и положили на склад чтобы голову не забивать ни себе не им потому что товар нас простой быстро делается а вот коробки они как бы ускорить не мог это они нам заказ делают за неделю вот произвели товар и ни разу я там не проверял вот стыдно признаться потому что все время аутов стоки мы просто тупо даже не успела вот и так как мы проработали проблем не было возвраты обычный на такой товар там ну просто на тысячу грубо говоря там я не 10 возвратов я считаю это просто ничто при условии что это прибор такие вещи которые как там копеечные во-первых во вторых они именно для там типа здоровья вот если могут просто реально не подойти вот то есть это абсолютно нормально ну вот так получилось гордиться здесь нечем на стадии на первое мы как правило особенно дорогие товары всегда проверяем всем советую проверять однозначно ну вот на этом не экономист но бывает разной ситуации вот у меня так вот потом что еще отправляем мы как правило я стремлюсь все-таки отправлять производителем потому что все риски на нем висят вот но ситуация бывает разная бывает пользоваться форвардерами или теми посреди которые делали проверки они соответственно находят сами форвардер но в идеале я считаю лучше предварить когда нашел поставщика мы через paypal оплатили ему за доставку и за товар если что я могу предъявить полностью за это это вот принципе это где-то больше 50 процентов когда они сами отправляют ну вот потом значит отправили товар подождали приехал запустили в нигде вопросами так думаю можно по вопросам пробежаться кого что интересует может я пропустил но вот реально я думаю по посыл вот это основной на сделал то есть это качество это соотношение цены качества упор на качество потому что не на упаковку не на коробку не на пакет не на я не знаю там никаких подарков я не разрабатываю ничего мы начинаем стартовать с обычных товаров и по мере продаж по мере успешности этого захода мы улучшаем постоянно предложение вот ну подход такой то что когда делаешь быстро очень сложно что-то еще там наворотить то есть меня вот упора именно эти вот как вам работа в этой сфере china for us но с владимиром и как бы на самом деле первый лайф в январе месяце был с ним я с ним познакомился наверное ну практически там наверное первый месяц месяц второй-третий на амазоне когда я был и кипиш и бегал разбирался как там вообще что и как наверное второй-третий месяц мы как раз не познакомились владимиром не знаю я с ним не работаю очень давно вот они работают по-своему вот так принципе и все ничего не могу сказать какой-то это был какие-то были там проблемы у них но это у всех ничего плохого я них не слышал я так понимаю кто-то уходит кто-то приходит ну вообще давно мы не с ним не общались по работе точно следующий вебинар у нас будет надеюсь о новой программе вот ко мне ребята обратились они очень так прям заинтересовали меня у них есть две программы одна программа уже работает более двух лет вот при нее наверно рассказывать будем и будет еще новая программа интересные вещи посмотрим расскажет покажет причем они эту программу продают в основном англоязычным так что к нам приходит уже оттуда я в пайпеле вот по поводу вот этих договоров по поводу договоров в пайпел не пишу ничего инвойс это просто их обязательство то есть количество название товара все никаких договоров вот так что никак это не влияет вообще ну по крайней мере у нас я не могу сказать точно но там пайпеле просто прочитайте правила в возмещении и там есть некоторые нюансы на которые можно обратить внимание на котором он дает антон работаю с ними узнав через вас доволен спасибо за ответ ну вот видите то есть отлично значит владимиру лишняя реклама я потому что реально просто мы давно не общались ну жизнь идет жизнь длинная вот у меня свои интересы у них свои интересы то есть как так получается вот так что тут ничего такого не нет мне кажется а ваши друзья в шанхае только с вами работают или всем услуг представляет если да то можно и контакты да они работают со всеми просто я работаю с двумя компаниями на данный момент анриал чайна и вот с булавинами вот было именно они то есть это разные как бы люди совсем они находятся в разных на разных территориальных так скажем этих шанг они в шанхае это с анриал находится в других местах есть еще ребята в принципе все на самом деле контакты можете найти таблицы инструментов сейчас я кином здесь вот раздел услуг вот здесь есть как раз эти вот форвардеры и так далее то есть они работают нормально любом случае не бывает каких-то косяков там я не знаю и так далее все просто в разных местах находится пользуйтесь пробуйте в таблице все есть ни от кого ничего не скрывая смысл там еще раз об этом говорить никакой не вижу до торговли кстати вот у меня я могу сейчас точно открыть экран у себя подсаживается подсаживать то есть мы реально напрягаемся и она подсаживает вчера я цена опустил но сейчас у меня сколько продаж сейчас меня 30 продаж вот вчера у меня было вчера у меня было вид бизнес-репорт то есть три дня у меня это самое по цели продажи то есть то за сотни были а сейчас конечно это поскромнее вчера было вчера был день ну да вчера 99 от ценника опустил вот вчера был 99 но мы еще раздачи делали минус 13 значит 99 86 вчера было ну вот то есть ну вот в районе 80 вот так вот мы болтаемся последние три дня по этим товарам по другим тоже так же мы посмотрим на самом деле я не знаю и мне меня всегда это как это сказать настроение падает когда у меня нет постоянного роста вот как меня это напрягает вот начинаешь анализирую чуть смотреть ну там два товара на этом аккаунте который отключил два товара ну как который скрины я кидал то есть там два товара один продается две трети второй подтянулся его вот убили но они оба сейчас на данный момент оба они топ-2 в нишах топ-2 топ-3 вот так вот болтается то есть первый снимая все сливки я как бы топ-2 но я всего эти месяц как бы туда зашел есть там нюансы вот я за это говорю реально мы очень я очень долго не торговал своими товарами по объективным причинам всегда рассказывал почему как получилось и так далее вот весна у нас как-то затянулась запуском товаров и вот мы с июня можно сказать 1 июня я начал плотно торговать своими товарами запустил уже больше десятка еще сейчас у меня висят и начинали мы там с инвестиций я не знаю несколько тысяч долларов сейчас несколько десятков тысяч долларов вот надеюсь следующий год будет веселый не только приват лейбл у меня других нет вот надеюсь следующий год будет веселый и как бы это самое поменяем формат и по обучению формат хотим чуть-чуть скорректировать она продолжает то есть в этом развиваться и по то есть у нас есть два как бы основных заработка это сервис услуги услугу входит обучение и различные услуги услуги у нас постоянно развиваются все наши услуги все до одной мы используем на себя когда они перестают работать мы представим перестаем их предоставлять сейчас вот на данный момент у нас самая проблематичная услуга не верифай вот одна из самых прибыльных одна из самых нужных одна из самых таких полезных услуг которые сейчас хромает вот алгоритмы меняются приходят другие люди которые предлагают эти услуги то есть работаем смотрим как все будет дальше вот потому что сейчас вот и с продвижением как бы этом навернулась без не верифая уже видео рассказывал это однозначно я и как дел так и буду делать это старт это буст вот зачет даже одной конверсии что у меня на старте есть отзывы что я пи пи си могу на старте сразу пока что я много-много всяких вещей что раздача могу зацепиться с отзывами гораздо проще со 100 отзывами чем с двумя а я у меня получается два три вот так пять до пяти наверно это линейки линейки то есть какая такая линейка то есть может быть у меня есть там с американцем вот мы общаемся это именно заточка на продажу аккаунтов не знаю я вот просто сейчас на тот момент не задумываюсь о продаже аккаунтов то есть то что я на каждых аккаунтов у меня даже private label например на несколько аккаунтов раскидывает то есть я вот торговую марку сейчас в регистрацию подал сейчас вторую торговую марку в регистрацию буду подавать вот не знаю скоро наверное патенты начнем уже сама фигачи тема и ну то есть работа реально работа двигается есть промышленные дизайнеры которые делают наши вот эти простые там всякие силиконовые так далее продукты которые могут нам нарисовать сделать опять же там знакомые ученики и так далее то есть у нас реально вот по обучению там я не знаю такое классное сообщество мне кажется организовывается постепенно таких людей которые своей сфере специалисты и все-таки группа она большая разрозненная здесь а там все-таки так мы более компактно и я понимаю людей они меня понимают естественно все кто-то отваливается кто-то остается но в любом случае достаточно большой пол людей с которым работаем также например вот у нас я к сожалению не могу большую группу выкидывать там свои товары но как-то это не комильфо так скажем хотя на самом деле я думаю половина знает ну вот кому надо кто хочет смысл такой что просто вот у нас надо заминусовать я скинул вот в этот скайп-чат все десять минут у меня отзыв улетел в никуда то есть мне даже не надо то есть там 10 20 при условии что у нас половина но много людей из америки то есть за это вот получается в этом отношении конечно когда вот есть такое сообщество и когда я вот вижу например есть крупные сообщества получается там по консультации по всяким этим вещам она больше такое на бездушный что такая машина такая зарабатывать денег и вот а если например индивидуально кто-то консультирует у них сложность какая что-то не дай бог человеком случилось вот заболел даже заменить неким вот и нет сообщества нет общения нет других вот этих взаимо так скажем цепочек у меня уже там ученики там я не знаю консультанты тому же общие товары запускает вот я с учениками общие товары запускает то есть такое в таком формате а когда сообщество маленькое ограничено или разрозненное получается мы просто на одном человеке все висит вот один человек пропал там тоже известно достаточно и все и людям непонятно куда податься ты за это должен быть какой-то компромиссный наверно вот но самое главное конечно услуги заточены на продвижение наших товаров то есть вот я у меня есть мой товар я его продвигаю я использую эту услугу я думаю кто меня знает там геннадий например там я вижу уже знакомых вот подтвердят мои слова что я использую и продаю только те услуги которые сам использую в плане того что они реально работают в стратегии и я очень люблю очень сложные стратегии чем более комплексное решение тем она мне кажется более сбалансирована и правильно будет работать но не всегда то есть вот у меня сейчас несколько запусков было неудачно своих товаров да у нас много ресурсов перестроиться переделаться но мой опыт по запуску товаров говорит о том что не дай бог споткнулся не дай бог категорию какую-нибудь поменяли не дай бог забанили на день по различным причинам очень часто происходит слив бюджета и происходит в никуда и товар просто останавливать так и не сколько товаров ты продаешь одного канала города 25 потихоньку подтягиваем сейчас на данный момент у меня четыре аккаунта в управлении на одном аккаунте 5 товаров как у нас не счастливый аккаунт и все никак не зайдут то есть первые товары мы зашли неплохо вернули деньги короче не более того второе сейчас товар опять такая же история прям удачно все остальные значит на одном два на другом два сейчас и на вот и на каждый подъезжает на 4 аккаунт приехал уже три товара то есть вот на днях будем запускать ну так так александр что делать после аутов стока я не знаю на денис вот рассказывает что у нее все замечательно красиво не знаю у меня десятки товаров ничего красивого ничего замечательно нет вообще вот но могу сказать мы сейчас делали решили делать рестарт и в этот момент к сожалению у нас навернулись не верифай отзывы не массово не так и не было замены не было неким заменить я очень долго искал вот была проблема я решил по дурости прицепить свои же вариации которые были брошены ну то есть я заново запустил товар вот и взял подцепил эти вариации в одной вариации было 4 5 другого 4 2 и в конечном итоге я думаю они как якорь нас это самое не дали нам стартануть то есть я по большому счету делал не рестарт а делал обычный старт то есть после аутов стока при условии что если бы я с тех же лисингов пошел мне хоть бы куча первых страниц было потому что мы выходили там в аутов сток там на 50 на 100 продаж и практически а это я с нуля да еще с таким якорем то есть какой-то ужас по поводу смена оси на сейчас очень популярной темы реально я вот что удивляюсь над людьми я не знаю что дало такой эффект видосы которые сняли там или еще что-то мои осины меняем сергеем посмотреть видео я не знаю полгода на минимум я наверно за все время поменял с ним осинов 10 не больше сейчас мы в неделю меняем наверное осинов там столько же наверное вот ну то есть просто за полгода 10 и за неделю 10 поменяли то есть непонятно как это что почему там сейчас там меньше там спрос на них ну как как бы там не было но в любом случае к тому что внимательно смотрите за услугами если что-то непонятно спрашивать это очень полезная вещь смена осина в любом случае мне кажется но не всегда она помогает вот и кто меняет осин и переносит отзывы со старых товаров иметь ввиду это подцепляется ваша вариация ваша вариация могут вас надо тянуть я бы посоветовал все но я не знаю по краю я буду так делать еще два я говорю как делаю сам потому что это вот это все знания пропитны кровью деньгами и нервами вот и мне кажется вот эти вот отзывы или их вообще не цеплять лучше ведь не верифай сделать чтобы действительно нормальный буст был или или подцепить их просто там недели через две опять же не верифай потом их подцепить когда уже бустанулись вот потому что все эти подцепления вариации это реально шок я подцепил своему товару вариацию и он мне реально подсел даже вот час который вот я по сто там с лишним штук продавал я ему подцепил вариацию именно для того чтобы поднять рейтинг звезд потому что у меня реально на двух этих топовых товарах у меня четыре в конце стоит 4 5 однозвездочных отзывов все я в день продаю там 50 100 товаров уже на уже продал там три тысячи товаров то есть вот там полтора месяца мы торгуем не по моему органического отзыва вообще ни одного не было а те которые однозвездочные то по моему ну там когда люди пишут с аккаунта один-два отзывы оба негативные я думаю это явно не так скажем заказные 90 процентов мне кажется отзывы вот то есть вот такая вот вещь я не понимаю что там делать вообще как с этим бороться и да мы сейчас вот опять делаем волны подтягиваем чуть ключи и чтобы verify отзыв хотя бы перекрыть мы просто перекрывать нечем ну вот не verify сейчас проблематично да и на самом деле если в телефон заходишь обратите внимание телефон везде verify и если у вас грамотно все проголосовано у вас все равно хоть 10 последних однозвездочных отзывов будет все равно будет видно основные отзывы так что в принципе эти отзывы в конце не так велик велика разница да конечно неприятно чем больше у вас негатива тем хуже amazon вас индексирует если вы в топ не проворвались вы рано или поздно счете падать надо это подтягивать надо этим следить но не всегда успеваешь работа над этим кто мы расскажите про смену осина это вообще легально с точки зрения амазона и нужно ли вам дать полный доступ до аккаунта да там есть схема он не полный доступ он просто доступ делали сотни раз вот на люди ничего никаких проблем нет скорее легально чем нелегально вот но просто понимаете я не знаю что такое правило амазона потому что amazon когда amazon в январе месяца того года удалил мне более 300 отзывов с моего товара который принципе я уже заканчивал торговать вот но было страна обидно я и делал строго по правилам амазон на amazon просто они приняли решение 3 апреля что больше нельзя отзывы от этих ревьюеров например как они там тем которому по купонам да ну вот решили вот просто решили через полгода после того как они взяли удалить 300 отзыв это как минимум даже если по себестоимости 3000 долларов вот из-за этого очень сложно ориентироваться на правил амазона я ориентируюсь только на правил амазона это вот такие вот технические это оверсайз там размеры короткие штуки то есть такие вот вещи вот вот такие вот вещи да никто не знает они сами что хотят там делают немая они после там порядок на виду с этими вариациями с дропшиперами и джекерами там и всем остальным вот я просто говорим на технические вещи которые сталкивались вот именно по подтягиванию именно отзыв своих собственных я бы вот я еще говорю я не буду так делать то есть если я вариацию подцепляю вот сто процентов я ее подцеплю уже позже любой любое подцепление вариаций это шок для листинга сто процентов да мы делаем склейки делаем вот эти вот различные вещи вот но вы должны понимать в любом случае что это шок то есть он просто если это просто для шалости для каких-то лучше это не делается но на самом деле в долгосрочной перспективе принципе вполне возможно что это пойдет плюс у меня как бы позиции вроде подсели но опять как подсели сложно сказать я как был топ-2 так и есть как я болтаюсь хотя сложно сказать вполне возможно да я с двух тысяч с половиной бассейн до трех с половиной упал ну вот цену под уронил два дня я там что-то поковырялся и вернулся на две с половиной так что нет ничего смертельного нету но надо как бы это в любом случае себя что-то представлять мне кажется потому что я очень много экспериментирую его часто на паровозах я собираюсь вариации подцеплять надеюсь я эту позицию буду усиливать вот за счет дополнительных то есть как зашел купил там разные такие моменты всем привет стефан анрел чайного работы с ними до работа нормально отлично ребят работы все устраивает сергей хостюков под каждый аккаунт разные компьютеры и интернет провайдеры на самом деле но наверное через вот эти все удаленные там bps там или как это называется нет у меня просто я работаю с разными партнерами то есть у меня лично ни одного аккаунта нет то есть мы по деньгам там все скидываем все работаем то есть разными партнерами и у них там на аккаунтах вот меня просто они под управлением то есть я захожу в свой аккаунт и через него перехожу во все остальные дома я себе сейчас второй провайдер провел до новый компьютер куплю как раз и подцеплю сначала хотел проводной но все-таки решил два ноутбука взять они не моноблок и просто вай-фай подключу там дальней комнате да и все вот а так вот в разных местах то есть меня просто много партнеров и я как бы не вижу в этом проблем коллекса андрис вопрос есть наблюдение как проще восстановить так но это все старый вопрос вопросы больше не скажите катарина скажите на старте в каком объеме верифай от региона выбирайте посмотрите мое видео пожалуйста по запуску сейчас давайте по китаю пообщаемся мне кажется как бы лучше в тематике находиться по запуску я беру примерно 10 процентов верифай не верифай вот от партии товара который вы ведете как выиграть buybox если я fbm seller я не знаю ну должен быть однозначно у вас рейсинг выше быть чем у продавца это же есть же люди которые специально воруют отжимают лисинги и так далее этим заниматься я таким вещами не занимаюсь я как бы сижу на привате я не атакую никого в основном оборонять том если я завезу еще один цвет товара на не вариаций отдельным листингом то можно ли под тем же брендом выпускает да я честно могу сказать это у меня сейчас есть хорошо продаваемый товар есть торговая марка не зарегистрирована опять же название магазина у нас другое я туда вариацию другой бренд закинуто и все нам надо распродать просто авар мы сейчас одного аккаунта перекинем если там хорошо продается как вариация думаю лучше пойдет сейчас просто не очень хочется в этот в этот товар сейчас выливать денег опять продвигается то есть я не вижу перспектив то есть я вариации там товар 1 и тот же с одного и того же завода только мы никакая тактика была один товар запустили отлично с другого листинга абсолютно такой же товар другим названием ну сейчас у нас один из них продается нормальным и туда его подкинем в виде вариации, ну продастся он за 2-3 месяца, да и слава Богу. Так, нет, не работает China for Us, просто и хорошо знаю. Я еще раз говорю, первый лайф мой был именно с Владимиром по этому поводу. Ну вот мы с ним познакомились, когда он еще и в Китае не был, когда еще этой организации не было. Ну вот, ну сейчас работает он, двигается параллельно так скажем. Давно мы с ним уже не общались. Вот, так что отдельно, на самом деле, чем я больше с Амазоном работаю, тем вижу больше там, не то что дыр, которыми пользуются. Но очень, 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 так скажем, много-много всяких таких моментов, в которых можно работать. Ну вот, не все там однозначно, к сожалению. Это и хорошо, и плохо. Хорошо тогда, когда ты умеешь этим пользоваться. Или хотя бы знаешь людей, которые умеют этим пользоваться. А плохо, когда этим не умеешь пользоваться, и твой лисинг убивают, какие-то гадости делают. Вот, сейчас там планируем какой-то, может быть, презентация будет как бороться с хайджекерами, но пока ничего не готово. Но смысл об этом сейчас говорить пока рано. Вот. Потому что мы занимаемся приватом. Наша задача достаточно простая, я ее себе вижу абсолютно отчетливо. То есть, у меня есть определенные цели, задачи, которые я постепенно достигаю. То есть, в принципе, о них все время говорю. Перестепенно разобраться как, ну, вера верой. То есть, мы, я верил, я верил с самого начала, с первого дня, когда я услышал эту тему. Вот. Что это просто супер тема. Что Amazon именно сам по себе не в персональных делах, а именно сам по себе. Не важно, кто там что о нем рассказывает. Хорошо, это плохо. Я на 100% был уверен, что я там буду работать. Вот. Всеми силами, всеми там возможностями буду. Потому что это, ну, просто я не вижу вообще ни одного минуса, кроме рисков. Вот. И все. То есть, риски потерять денег больше никаких рисков я не вижу. Вот. Сплошные, все остальное сплошные плюсы. Вот. А дальше, дальше. Это вера есть. Это пробовать. Это знание. Это научиться. То есть, первая продажа. После первой продажи это первый заработок. После первого заработка это уже стабильность какая-то. то есть, надо стабильно зарабатывать. То есть, первые заработки хорошо, но нужна стабильность. То есть, это уже вот. Я сейчас нахожусь на стадии именно постоянных запусков, что я хотел летом делать. Я, в принципе, по этому графику уже строго иду. И стабильность. То есть, с каких-то уже товаров уже какой-то идет доход. С каких-то устраивает, с каких-то не устраивает. Вот. По различным объективным причинам. Когда стабильность и количество товаров будет достаточно. Будем развивать, наверное, эти ниши. Вот. Может быть так. Потом, соответственно, это однозначно. Когда есть стабильный уже доход в плане продаж, в первую очередь. Это сбор команды. Будем собирать именно из людей, которых… Или нанимать, обучать. Или из тех, которые есть. Некоторые, в принципе, сами предлагают себе. Кто-то, грубо говоря, кого-то проще нанять. Вот. Будем смотреть. И, соответственно, наверное, больше затачиваться на такой вот реально жесткий конвейер. То есть, в принципе, сейчас мы оттачиваем просто людей, которые вот этот функционал выполняют качественно, нормально. Даже те же мои, там, ученики, там, неважно, с кем мы работаем. То есть, видно, кто что может, как может и кто что хочет. Ну, вот. Вот. После этого, после этого уже будем дальше двигаться, смотреть. Так. Привет, Рубик. Блэк Фрайди. Примочки. Вообще ничего не знаю. Для меня этот Новый год первый. Пока ничего хорошего я не вижу. То есть, ну, продажи, продажи. Я никогда не ориентируюсь на даты. То есть, чтобы на них ориентироваться, нужна статистика. У меня ее нет. Вот. Просто двигаемся, работаем. Есть товары. Мы их продаем. У меня вот сейчас некоторые товары пришли, мы их даже еще не запустили. Потому что, ну, смысл их запускать сейчас. Трафик будет бешеный. Мы скорее прилетим. Вот. То есть, Блэк Фрайди пройдет. Мы, наверное, их и запустим. Так. Для хаджекеров только письма. Есть три сильных. Я послал, и они отливают. А, Рубик. Нифига. Дело не в этом. Хаджекеры, а хаджекеры рознь. Есть люди, которые слали нам там по купонам товары. Есть люди, которые продают не наши товары. Есть люди, я не знаю, может быть, продают наши товары. Но, в любом случае, хаджекеры – это мы говорим, в первую очередь, о тех, которые не дают продавать. Не дают запускать PPC. Это уже профессиональные конторы, которые подцепляются на час. Отцепляются. В день бывает по два, по три зацепа. Это все происходит prime time. Это профессиональное убивание, профессиональный подход к антиконкуренции. То есть, это можно уже забыть про то, что мы как с тобой жили. То есть, просто, если у нас этого нет, нам просто везет. Это так же, как я столкнулся, когда мой лисинг просто завалили, и все. Я вообще ничего сделать не смог, потому что это мгновенно практически происходит. И никто ничего не сделает, на самом деле. Так. Идем дальше. Андрей. Если сказать, категория электроприборов, гаджетов, нужны ли какие-то сертификаты, разрешения на регистрацию в данной категории, какие сложности в этой категории? Спасибо. Я не знаю. У каждого товара своя история. Начиная с сертификатов, патентов, торговых марок, заканчивая элементарной конкуренцией и отсутствием маржи. То, что есть популярная электроника, очень популярная, которая вот просто реально, я могу сказать, что люди, которые вот мы, я себя не считаю каким-то специалистом, с огромным опытом, могу сказать, что есть товары, которые в прошлом году, весной, были там весной, даже там летом, в прошлом году просто словом нарицательным. Очень, ну просто, вообще все ими торговали. Все камнили. Год прошел, все устаканилось. Сейчас мы запустили один такой товар и он отлично пошел. То есть год назад там было перенасыщение ниши. Все ушли, там, я не знаю, закрылись, перехотели работать. И начали работать нормально. Вот. По поводу сертификата вообще сложный вопрос. Ну, тут-то начиная от производителей, заканчивая пробных листингов на Амазоне и будете разбираться по ситуации, понятия не имею. Потому что это самый сложный вопрос. Есть сертификационные лаборатории в Китае, которая сертифицировала Амазон, как я понимаю. Вот. Тоже к ним можно обращаться. Есть трейдеры, которые могут это все узнавать. Это сложно. Вот. Но можно этим заниматься, в любом случае узнавать. Павел, в Черной Пятнице я не знаю как подготовиться, еще раз говорю. Для меня она первая, по факту, именно моих товаров. Вот. У меня товарные остатки позволяют. Я, наверное, вот у меня на одних товарах я цену поднял. Она будет завтра. Я посмотрю, как у меня сегодня день будет. Если у меня спада не будет, я, соответственно, наверное, цену тоже приподниму. То есть у меня есть такая дельта, верх-низ, верх-низ. Я в ней болтаюсь. Когда у меня начинаю расти, вот, когда я начинаю расти, я чуть-чуть поднимаю цену. Но когда я начинаю падать, я начинаю опускать. Я это смотрю за своими бестселлерами. Основная масса так и делает. Если только суперкрутые, так вообще не делают, они просто по одной цене офигачат. Вот. Но варианты разные. И у меня, на самом деле, я еще раз говорю, сейчас у меня стадия именно нарабатывания опыта. То есть у меня вообще не было товаров с огромными остатками, чтобы мы не вылетали в автосток. И вот сейчас одни товары, которые у нас замечательно продавались с небольшими остатками, ну как там, тысячи, тысяч пятьсот. Вот. Сейчас мы вылетели в автосток, сделали рестарт, шесть тысяч привезли, и у нас достаточно скромные продажи. Ну, для нас, по крайней мере. Так что, я говорю, тут как на вулкане постоянно. Но, в любом случае, есть ресурсы. Главное, работать не в минус. А если еще работать в плюс, то есть еще больше ресурсов. Так что двигаемся, ничего страшного. Ну вот, и за это черные пятницы посмотрим, скрины вон скинем, что у нас там у кого получится. Вот. Я работаю вот просто вообще ровно, абсолютно, в рабочем режиме. Как это? Набираю статистику. Сейчас у меня там стадия как раз, как я говорил, там сбора статистики по PPC, увеличение продаж. То есть много-много всяких действий делаем. Ну вот, потому что есть как бы свои стратегии определенные, по ней двигаемся. Александр, в прошлом году за неделю после черной пятницы продал столько, сколько за два месяца. Если бы не вылиться в лаутов 100, то, наверное, еще бы больше продал в черную пятницу. Трафик просто бешеный. Грибут все, особенно ничего не менял под черную пятницу. Супер. Ну вот, у Александра такая вот история. Посмотрим. Я говорю, давайте после черной пятницы расскажем, будем показывать. Вот. То есть будем от этого отталкиваться. Я просто говорю, чего не знаю, того не знаю. Когда мы в прошлом году этим занимались, в основном я консультировал тех людей, у которых нифига ничего не продавал. Так, по поводу Львова, я уже говорил, желание есть огромное. Ну, просто это, и это очень полезно на самом деле. Помимо, просто хочется отдохнуть. Я считаю, вообще эти форумы больше для отдыха. Вот. Не надрываться, а именно отдыхать. Там формат отличный. Планирую. Не знаю, как туда доехать. Я надеялся, что не через Минск, а через Уральск. До Казахстана мне туда доехать недалеко. Вот. Но там тоже ничего хорошего. То есть пока, пока. А еще с 1 января правило въезда в Украину меняется в очередной 101 раз. Вот. То есть будем решать в январе. То есть вообще пустят нас, не пустят. И как туда ехать. Надеюсь, может быть с кем-нибудь там с Москвой объединимся. Может кто-то там. Я, короче, не знаю вообще. Есть разные варианты. До Белгорода доехать. На такси доехать до границы. Нас там на украинской стороне встретят. И там уже сесть на поезд и доехать туда. Вот. Но все это так криво. Вот реально криво. Просто пипецко. Вот. Не хочу даже говорить цены. Как мне, например, на самолете лететь. То есть мне две пересадки. Это жестко. То есть я, конечно, хочу, но не настолько. Вот. Так. Маленький хак. Саджик метр. В лисинге. Добавить бэклайды. Селс. Ну, понятно. Форум. Ну, это будет форум в Львове. Видео посмотрите на канале. Есть там несколько недель назад. Организатор. Вот. Рассказывал. Круто. Очень классный лайв. Можно посмотреть. Там все, в принципе, рассказано. Что. Кто. Как. Когда будет. Где будет. Зачем будет. Вот. Цена абсолютно разумная. На курорте там. Ну, короче. Самое. Видео посмотрите. Я потому что. Не организатор ничего не могу сказать. Александр. Вот. По-другому. Чем многие. Вот. По рекламе ничего не могу сказать. Вот. Тут. Каждый уже выбирает. Как ему нравится работать. С. С. Амазоном. Вот. Стратеги разные. Я. Я просто реально. Экспериментатор. Пробую очень много разных вариантов. Вот. Из-за этого. Есть потом чем поговорить. Вот. И PPC тоже используем. Но. Мы с напарником вообще не фанаты этого дела. Очень много жрет денег. А на самом деле. Если грамотно все делать правильно запускать. Блицкрики и все остальное. То все в принципе и так неплохо. То есть пока я не вижу ни особо. Такой. Такой. Жесткой роли. Что там. Вот. Там. ППС. Там. Туда. Сюда. Вот. Есть другие инструменты. Есть. Как. Ну. Не знаю. Пока. Мы справлялись и без нее. Так. Autostock плох тем. Что мы теряем позиции. Незначительно. Но. Продажи падают значительно. У меня. И. Сил моральных. Каких-то таких. Вот. У меня нет. Чтобы их там восстанавливать. И так далее. Проще. Мы посчитали сделать рестарт. Но рестарт не удался. Опять же. По объективным причинам. Там всякие моменты были. Приезжая до января. Как я оттуда выеду. Федор. Прикольно. Вот. Но. В любом случае. Посмотрим. Посмотрим. Это не последний форум. Так скажем. Так что. Ну. Просто. Реально. Вот. Такая обстановка. Тупорылая. Я не знаю. Что делать. Очень хочется. Реально. Ну. Кто там. Точно. Езжайте. Скоро про В10. По ППС расскажу. Рассказывай. Очерка В10. Вот. Ну. В любом случае. Еще раз говорю. У нас тут уже. Народ собирается. Я так понимаю. Из-за этого. Посмотрим. По ситуациям. Как это все будет выглядеть. По Китаю. Вообще. Я смотрю. Никому что интересно. Я так понял. Тема такая. Бестолковая. Ну. Давайте. По любым другим вопросам. Посмотрим. Рубик. Я буду только рад. По 38 тысяч сделался. У меня товар. Насадки позволяют. Или нет. Ну. В принципе. Если я сейчас товар весь продам. Да и фиксим. Я буду не против. У меня. В принципе. Товар подъезжает. Вот. Но я тут уже не буду. Штефан. Привет. Денис. Хотел спросить. Почему так важно. Скорость запуска. Вам отправляют производить первый раз товар. Ну. В смысле. Скорость запуска. Я уже объяснил. Мне важно. После ресерча. Максимально быстро запустить товар. Потому что. Потому что. Чем дольше у вас пауза между ресерчем и запуском. Тем. Больше рисков у вас появляется. В неудачном запуске. Вот и все. Потому что это место займут. Потому что. Чем больше промежуток времени. Тем больше конкурентов набежит. Вот и все. Вот. Ну. Про Китай. Просто задавайте какие вопросы. Быстрый заход. Что такое Блицкрик. Быстро. 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 Правильно. Расставлять. Заливать трафик. И на бусте Амазона. Выходить. Стопы. Есть много способов. Как бы ими пользуемся. Максим. Тема на. Тема не бестолкова. Просто не такая острая. Понял. Согласен. Не. Ну. Я просто. Хотелось. Как-то. Эту самую. тему раскрыть. Что-то интересно. Давайте. Пообщаемся. По поводу русскоговорящих в Китае. Да. Ну. И большое количество. я вас. Еще раз кину. Ссылку. Которыми я работаю. Например. Которые более-менее. То есть. Себя зарекомендовали. Или очень хорошо. Или хорошо. Все в таблице есть. Раздел услуг. Так что. Никаких проблем нет. Александр. Что думаешь. Об. Об услуге. По. Подбору. И. Проверке. И. Проверить в Китае. Как. Гулавин. Предлагает. Не. Ну. Не попробуйте. Ничего не могу сказать. Я. Честно могу сказать. Мы. Это делали. Ничего не нашли. Вот. То есть. У каждого. По-разному. Из-за этого. Вообще. Не знаю. Я. Честно могу сказать. Я. За. Выставки. Как бы. Там. Не было. Но. Чтобы ехать на выставки. Надо разбираться в своей нише. Надо иметь продажи. То есть. Вот. Я. Еще. Говорю. Я. Иду по плану. Вот. У меня много есть желаний. Много есть всяких. Таких. Наверное. Как. Торопыга. Все. Торопишь. Что ты делаешь. Но. Все-таки. Опыт. Подсказывать. Не надо никуда торопиться. Делать. Делать. Разбираться в теме. Будут больше. Более удачные запуски. Будет больше денег. Будет больше возможностей. Будет следующие запуски. Будет набор лучших. Этих. Помощников. То есть. Вот. Таким образом. Не надо никуда спешить. Никуда Amazon не убежит. Вот. Выставки. Я считаю. Надо ехать. Надо смотреть. Надо набирать. И со временем. Со временем. Будет проще. Анализировать. И тренды. Все остальное. Вот. Я конечно. Хотя сам еще до сих пор не ездил. Я не знаю. Весной поеду или нет. Вот. То есть. У меня сейчас под вопрос. Весна. Осень. То есть. Планирую. Очень хочется. Начать. Потому что я ничего от них не жду. Просто. Может быть. Кто-то от них ждет. Приходит. И туда. Там просто по очереди стоят. Самые дешевые цены. Самый хуже. Я этого не жду. Но. Я понимаю. Зачем я туда еду. Что я туда буду делать. Как это буду делать. Я понимаю. Что через. Две. Три. Четыре. Выставки. Вот так вот. В год по две ездить. Уже сразу видно. Тенд. Тренды. Тенденции. И не надо. Там. Как вот. Например. Выбор товара. Полгода назад. Даже. Особенно. Год назад. Но это просто глобально по другому. Подход. Вот. Я уверен. Что. Тот же Китай. Мне глобально это все поменяет. Вот. То есть. Просто надо постоянно ездить. Цеплять. Даже. С выставки. Три. Один. Два. Три. направления. Какие-то зацепишь. Уже неплохо. Новых производителей. От которых. Мы же товары. Как мы можем продавать. От производителей. От ниши. От конкурентов магазинов. От чего угодно. От бестселлеров там. И так далее. В Канаду. В Канаду. Мексику. Антон. Не пробовали. Планов. Нет. Максим. В любом случае. Большое спасибо. Денис. Из каждого. Ваши видео или вебинара. Много чего полезного. Для себя. Вашего. Вам спасибо. За доброе слово. Рубик. Я в Китае не съездить хочу. Я туда ездить буду постоянно. Если я. Буду продолжать заниматься Амазон. Мало ли что. То есть. Все может случиться. Но. Туда ездить надо систематически. Один раз в год минимум. Лучше два раза. Еще раз говорю. Поездка на выставку. Надо понимать. Зачем ехать. Вот. Я думаю. Что я понимаю. Потому что. Какие выставки. Мы. Посещали здесь. Методика. Понятно. На вторую. На третью выставку. Будет уже. Там. На четвертую. На пятую. Будет уже. Все. Надоедать. Все будет одно и то же. И выставки не только. В Кантоне. В этом. И другие. Я так понимаю. Будешь что-то новое искать. И. Из того что есть. Ты все равно будешь. Что-то выцеплять. Новое. Постоянно. Какие-то вот эти вещи. Плюс. Не надо забывать про. Наши же встречи. Мы можем там организовывать. Спокойно. Так же. Я не вижу проблем. Вот. Мы не можем встретиться там. На Украине. Не получается. Молдавии. В Америке. Там. Я не знаю. Где там. Даже вот. В том же Китае встретились там. Вот. Отличная тема. Тоже. 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 Семинар собрали. На 2-3 дня. И. Китае. Спокойно. Люди нам так же все это организуют. Переговоры с китайскими. Потенциальными. Нашими партнерами. Переговоры с китайскими. С кем мы работаем. Вот. То есть. Много-много всего. И. Не надо забывать. С вами. Переговоры будут всегда вести. Совершенно по-разному. Если вы приезжаете. У вас реально большой капитал. Одна история. То есть. Я могу закупать контейнеры. Потому что. Крупные производители. Не будут с вами все равно общаться. Или вы уже. Можете просто сказать. А кто вы. А я вот на Амазоне. Вот я бестселлер. И. Этому производителю будет уже интересно. Он видит вас. Что вы из себя представляете. На самом деле. Можно и нагнать. Если уж честно. Вот так вот. Откуда они знают. Мы это или не мы. Вот. Не знаю. Ну. Как бы. В любом случае. Идти. Куда идти. Зачем идти. Почему идти. Два-три розы в год. Я за. Не только выставки. Но. И по заводам. Тоже. Не. Ну вот. Рубик. Я тебе говорю. Как раз вот. Выставки. Заводы. Это как раз совмещать. Вот. Я об этом говорю. Это вот наши клиенты. Ой. Клиенты эти. Партнеры. Потенциальные партнеры. Конкуренты наших партнеров. Там. И так далее. И так далее. Ну. И. И выставка. И то. И то. И то. То есть. Совмещать абсолютно все. То есть. Вот для чего выставки нужны. Там. Я не собираюсь. Там. На какие-то конференции ходить. То есть. На всех выставках еще. И дополнительно. Мы можем свое как бы собирать. Вот. Будет расти. Ээээ. Эээ. Благосостояние людей. Которые зарабатывают на Амазоне. Которые могут себе туда позволить поехать. Вот. Потому что. Очень многие туда ездят. Они. В принципе. Благосостояние заработали не на Амазоне. Вот. Эээ. Будет. Будет. Сообщество расти. Я надеюсь. Профессионально. Профессионализм будет расти. С ростом профессионализма будет расти доход. Это самое. Вот. Главное показательство. С ростом профессионализма. Когда растет доход. Значит. Мы работаем не зря. Они в лотерее. Мы здесь играем. Здесь. Там. Я не знаю. В бинго там. Грубо говоря. Кто там поймал бинго. Тому не повезло. Я таким бизнесом не хотел бы заниматься. Так. Австралию. Открыл. Туда. Надо двигаться. Сейчас. Чтобы мы все тут зацепились. Там первым. Я не знаю. Я вот пришел последним на нишу. И зацепился. И стал там вторым. Рубик. Из-за этого. Я в Австралию. Ну скажешь. Есть там продажи. Пойдем в Австралию. В Австралию. У меня знакомые. Спиннеры продавали. Уже везде они ушли. А в Австралию еще и убрали. То есть у них там. От. От. В этом отношении. Как и мы. Отстают. Просто. Самое главное. Вот. По поводу. Например. Быстрого запуска. Быстрого. Быстрых переговоров. Всего остального. В ритме. Ритмично. Что такое Канада. Что такое Европа даже. Что такое Австралия. Это в первую очередь. Ты отвлекаешься. И ты всегда выбираешь определенное. Количество времени. Трат. Или ресурсы тратишь. То есть ты нанимаешь людей. Которые за тебя это будут делать. Или ты соответственно. Тратишь свое время. Это не хочется просто делать. Просто реально не хочется. То есть я хочу именно. Сконцентрироваться на том. Что. Есть. Куда двигаться. Когда движение закончится. Естественно. Мы будем двигаться дальше. То есть если бы я был сосредоточен. Как там. Напрыгал как на одних. Вот. И я понимал. Что блин. Выше потолка не прыгнешь. Там. 29 цветов завел. Там. Я не знаю. 18 вариаций сделал. И чувствуешь все. Вот. Завел там. Все эти ютуб каналы. Блогеры. И все остальное. И ты уже уперся. Естественно. Ну ты хочешь заниматься чисто прыгалками. Ты уже завод по прыгалкам открыл. Ты уже знаешь нишу прыгалок. Вообще от и до. То да. Ну или там. Йога Мата. Я не знаю. Канопонеры. И Гарлик Прессы. Вот. Я этого не знаю. У меня таких товаров нет. У меня есть по нишам. Развиваться. Потихоньку. Пробовать товары. Запускаться. Бросать. Вот. То есть. Вот в таком направлении. Из-за этого я новые рынки. И не. И не хочу осваивать. Потому что я. Я точно распыляюсь. Вот я реально могу сказать свой опыт. Я сейчас запускал. Одновременно. Не считая. Вот мы сейчас очень серьезно подняли цену на личные консультации. Вот знаете. Потому что оно реально начало зашиваться. у нас. Просто вообще. И дело не в людях естественно. А в первую очередь в своих товарах. Невозможно делать то. 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 И то. Вот. Но это невозможно. Потому что ну реально. Концентрация падает. И я реально пропустил. Не сконцентрировался как минимум на одной группе товаров. Получается. То есть. Один продается нормально. Аккаунт. Второй. Мы не очень хорошо запустили. По объективным причинам. То есть. Есть причины. Мы как бы понимаем почему так. То есть. Мы в принципе можем делать рестарт. Но решили после нового года. То есть. Январь. Февраль. У нас товар насадки позволяет. Вот. То есть там. Ну в любом случае. Мы все равно в прибыли. И там все нормально. Там просто. Мы шли на 200 продаж. А имеем 60. 70. То есть. Вот. Вот. То есть. При наценке в 250. Там в 200. В 250 чистыми. Вот. Сейчас. Правда. Этих наценок нет. Потому что мы льем. Очень много денег на PPC. То есть. Мы там. Ну в любом случае. Плюсе. Маленько. Но плюсе. Но это закончится там. В ближайшее время. Там. Я не знал. И. Просто воспользуемся этой информацией. И все. И были как работали. Там. Пускай даже через PPC. Продажи. На 50 мы будем продаж. Имеет в видень. До нового года. Новый год. Черной пятницы. У нас 6000 СКЮ. В остатках. Два. Два СКЮ. Шесть тысяч. Штук. В остатках. По 3000. Так что мы там. Новый год переживем. Ну вот. То есть там. На полтора месяца хватит. Зимой еще закажем на февральские праздники. И так далее. планов. В громаде. Вот. Я работаю вот именно над этими планами. И очень аккуратно сейчас магазин развиваю. То есть дополнительно. То есть вот у меня сейчас еще один аккаунт. Мы открываем туда определенную группу товаров. То есть я стараюсь именно тематические магазины сделать. То есть по тематике. Ну и пытаемся как бы вот в этом направлении двигать. Анастасии где брать информацию заводов. Ну. Сложный вопрос. Ее нигде не возьмешь эту информацию. Естественно. Или нашими ногами туда дотопать. Или чужими. Если вам нужна такая информация. Или все таки работать. Не так сильно загоняться. Производитель это или нет. Проводить очень качественный отсев. Очень качественный конкурс. Очень качественные переговоры. Вот. И выбирать все таки лучших из тех что есть. Вот. Вопрос просто. Какие у вас приоритеты, цели и задачи. Не очень сложно. И даже при этих случаях может не повезти. Но есть люди. Которые ездят, ходят, проверяют. Но я могу сказать. Вот он мне только что развел человеком. Они вообще ездили туда. И получилось что они вперлись. В конечном итоге. Их не пустили например на фабрику. То есть на фабрику они попали. Пообщались. Там все показали. Но на производство их не пустили. Это был вот звонок. Но как-то люди на это внимание обратили. Как-то так все завалированное было сделано. Потом с качеством столкнулись. Проблемами с качеством. Но вот я и так говорю. Моментов много. Это риски. Тем более мы дистанционно работаем. Так Пол. Вот почему блин товар со встроенным аккумулятором попадает в опасную категорию. Было ли так до горящих Samsung с телефонов не подскажется. Я не знаю. Я этим товаром не торговал. Чего не могу сказать. Но после Samsung с телефонов на самолетах точно перестали их водить насколько я помню. Ну вот. Но я еще говорю. Я в такие категории не лезу. То есть мне. Не знаю. Как-то вот так вот по жизни сложилось. Что я какие-то такие вещи иду. Не связанные вот с этими вещами. Не люблю популярную. Электронику. Вот такие вот вещи. Так. Слава. Насколько возможно конкурировать с листингами от китайцев. Они же производят. По идее у них все карты на руках. Ну да. Ну зачем мы образование получали как бы. У них в любом случае есть очень качественные. Очень четкие компании. Которые серьезно работают. Ну и. Их же полтора миллиарда. Там среди них криворуких огромное количество. И не надо забывать что. Получается так. Как ни странно. А в Китае жизнь. Можете мне конечно поправить. Но мне такой. Я там не был. Вот. Но со слов многих. И опять же средняя зарплата. Они значительно лучше на живых. И нет необходимости так надрываться. И соответственно. Я к чему это говорю. Сливки общества не пойдут туда. Не пойдут. Самым лучшим образованием. Самые грамотные. Самые. Активные. Вот. В такой рискованный бизнес. Так же как и в Америке. Там. Американцы там. Далеко. То есть. Вот наши там. Я не знаю как назвать. Иммигранты. Беженцы. Там этим занимаются. С кем мы общаемся. Да. По любому. Пенсионеры американские. То есть. По любому. Амазоном занимаются. В Америке американцы. Но не так фанатично. Как у нас. Мне кажется. То есть. У нас. На последние деньги. Там. Просто. Ва-банк. Ну. Я не знаю. То есть. Ну вот так. У них. Это. Больше хобби. Там. Там. Он. Американцы. Там. Там. За год. Десять тысяч оборотов сделали. А мы. За первую неделю. Десять тысяч оборотов сделали. У них. Нет. Этих. Серых схем. Они. По крайней мере. Если есть. Очень сильно скрывают. И там. Топовые продавцы. Может там. Они. Только знают. Ё-моё. И то. Они. Никому об этом не говорят. Они. Там. Рассказывают. Показывают. Там. Не знаю. Что. И опять же. Надо не забывать. Как мы живем. Как они живут. У нас. Для нас доход. Там. Я не знаю. Сто процентов. В месяц. Это норма. Для них. Это что-то нереальное может быть. Не знаю. Они живут по другому. И. То. Что. С китайцами конкурируют. Мне на самом деле. Есть понимание. Что. Не самая важная цена. Она. Очень важна. Но не самая важная. Из-за этого. У них. Китайцы. А там огромная страна. У них. Маленький город. Десятимиллионник. Иди. Пойди. Что-нибудь найди. То есть. Если ты профи. Где-то поработал. Там. Что-то знаешь. Им так же. У них. Так же. У них. В этом преимущество. Мне надо. Соответственно. Другую страну лететь. Но. Если я бы. Там. И в Китай. Прилетел. И. На этой выставке. Так же. Что Шанхай. Лететь будет. Там. Три часа. А я буду. Шесть часов лететь. Вот. У них. Преимущество. Если у вас есть. Мозг. Если есть. Финансы. Если есть. Или нет их. Финансов. Ищите там. Инвесторов. Там. Или еще что-то. То есть. Можно спокойно. Ну. Пример. Примеров. Масса. Громадье. Что люди. Нормально торгуют. Так. Александр. Любой товар. С. Батарейкой. Или. Аккумулятором. Будет опасно. На. 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 Стараюсь. Такими товарами. Не торговать. Рубик. Америкосы. Если. Стучат. То. Везут. Контейнеры. Да. Да. Согласен. У них. Все по-другому. Там. Опять же. Я там не был. Не могу. Ничего сказать. Говорю. Только. Со слов. Людей. Которых. Я знаю. Вот. Есть. Всякие моменты. Просто. Единственное. Могу. Всем. Сказать. Кто хочет. Обучаться. Кто хочет. Консультироваться. Кто хочет. Я не знаю. Учить. Какие дополнительные знания. И так далее. Ну. Америка. Я. Ничего не могу сказать. Плохого. Но. В любом случае. Если человек. Говорит. На. Английском. Это не значит. Что он. Что-то. Не знаю. Это не значит. Что он. Такой же не аферист. Или там. Или еще что-то. Просто. Он говорит по-английски. Кто-то из них. Есть. Высококвалифицирован. А есть. Такие же. Бездарные. Бестолковые. Как и у нас. Вот и все. И опять же. Блин. Надо посмотреть. Что за человек. Где он работал. Какой у него стаж. Что он умеет. Что он знает. Вот. Мы же амазоном. Не всю жизнь занимаемся. Я же не. Институт не заканчивал. По работе с амазоном. Вот. Или. Например. Кто и здесь сейчас находится. Тут же все. Все люди имеют собственное знание. Кто-то дизайнер. Кто-то там. Сеошник. Кто-то. Программист. Кто-то дворник. Кто-то врач. Кто-то. Учитель. Кто-то торгаш. И каждый. Применяет свои знания. Кто-то хорошо учился. Кто-то плохо. Александр. Как вы с Китаем решаете вопрос. Минимальная партия. Если у них минимальная партия. Гораздо выше. Требуем. И ни в какую. Не хотят. Уступают. Спасибо. Но. Естественно. Никак. Моей минимальной партии. На данный момент. Тысяча штук. В принципе. Более-менее. Это всех устраивает. Ввести меньше. Я всего одним товаром. Не вылезал. В автосток. Тысяча штук. И причем. Это было. На последний день. До сих пор. У меня все время автосток. То есть. Я на угрозе автосток. Сейчас у Черной Пятницы. У меня 800 позиций. Мне в понедельник отправили 2000 штук. Когда они приедут. Я не знаю. Приходуются там. Пятница. Суббота. Воскресенье. То есть. Я нахожусь такой. Все время на грани. То есть. У меня. Каждую неделю. Мне по две штуки отгружают. И. Я вот наверное. Тогда войду. В кон. Так скажем. Но опять. Что будет в Черной Пятнице. Я не знаю. Потому что. Надеюсь. Что будут классные продажи. И мы снимем капусту. И все для этого есть. Вот. Я в Черной Пятнице. Буду сидеть. Буду смотреть. Какие у меня будут продажи. И будут просто. Поплоценники поднимать. Никаких проблем. Я в этом не вижу. Вот. И за это я так и решаю. Переговоры. Переговоры. Еще раз переговоры. Умение. И ввести переговоры. У меня есть. Помощник. Который мне переговоры ведет. Я тоже не безрукий. То есть. Переговариваемся. Но еще раз говорю. Имейте ввиду. Только дорогие товары. 500 штук. Все остальное. Это тысячи. Тысячи. Это просто минималка. И то. Вот. Видимо. Видимо. Надеюсь. Профит будет. Достойный. Мы будем. Стартовать. В будущем. Уже. С двух. С трех тысяч. В зависимости. От. Средних продаж. Уже по уму. Когда мы будем делать. Мы будем считать логистику. То есть. За сколько нам произведут. За сколько доставят. И. Средней продажи. Например. Там. Топ. 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 Вот. И. Еще раз говорю. Один товар. На самом деле. При нормальной оценке. Окупает. Там. Много товаров. Не буду говорить. Уж сколько. Но. Реально. Много товаров. Я могу сказать. Что с долларового товара. Можно зарабатывать. В месяц. Несколько десятков тысяч долларов. Так что так. То есть. Можете посчитать. У меня многие спрашивают. А какие. Туда. Сюда. То есть. С долларовых товаров. Товар. Стоит. До доллара. Можем зарабатывать. Несколько десятков тысяч долларов. В месяц. Без каких. Либо там. То есть. Это чистыми. Так. Дальше. Да. Высококолифицированные аферисты. Ну. Можно как угодно назвать. Можно. Самое. Красивое. Имя этому. Это. Инфобизнес. То есть. Это. Инфобизнесмены. Которые. Ни разу. Там. Кувалду не брали. Гвозди не забивали. Или забивали. Но мало. Вот. Или давно. Или. Понаслышке. Или видели. Как их забивают. И об этом. Красиво рассказывают. Вот. Вот и все. То есть. И. На самом деле. Они это. Пересказав. Пересказав. Чужую историю. По большому счету. Рассказав. Грамотным. Людям. Или людям. Кому везет. И у них есть результат. То есть. Нормально. Мне кажется. Так. Сергей. Есть. Опять. Вылетишь. Валтисток. Попробуешь. Без рестарта. Вернуться на старт. Затрудняет. Каждый раз. Поиндивидуально. Но. Скорее всего. Успокойся. Я считаю. С рестарта. Нормально. Просто я еще раз говорю. Надо везти не тысячу. А три тысячи. С теми оборотами. Которые. Мы достигаем. Это. Периодически. До 100 штук. В день. Ну. Тысячи штук. Никак. 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 Что бывает. Когда легко выходит товар. Но. Явно не под новый год. Вот. С тысячи. Хотя бы. Ты в плюс. Выходишь. Нормально. Приятно. Хоть. Бабла на мой. Потому что. Поначалу. Когда я помню. В аутсток выходил. Я там цену не поднимал. Чтобы на всех парах. На самом деле. Можно поднимать. Достаточно высоко. И останешься на всех парах. Так что. Снимайте капусту. И не жалейте. Вот. Просто там. По доллару прибавляется. По 2. Я реально продавал. На 2 или на 3. На 3. 19.09. 20.09. На 2 доллара дороже бестселлера. Просто в наглую вообще. Ну. Если у меня к страну товар заканчивается. Я ничего сделать не могу. И у меня сотни продаж. Вот. Ну. Я в день зарабатывал лишних 200 долларов. Там почти 150. Это было там в течение 5 дней. Там 750 долларов. Там за 5 дней предположим. Вот. Из-за этого это все деньги. А эти деньги я потом потрачу на PPC. Потом потрачу на рестарт. Или еще на что-то. И я тормознулся. Валтый сок не вылетел. И более-менее ускребся. Но вот все равно. Вот этот товар единственный с которым я не влетал. И я все время жестко тормозил. То есть. Если бы мы также на росте шли. С самого начала. Вот. Все до одного товара. Мне не хватало товаров. Товарных остатков. То есть. Если бы у меня это было. Я бы в любом случае. Вполне возможно. Побился бы за первое место. Но вот сейчас. Когда я уже остановился. Стабилизировался. То есть. Вот. Я не могу. То есть. Я уже не росла. Ну вот. И что с ними делать. Не знаю. Буду и вариациям. Я же говорю. У меня опыта не было. Я торгую с 1 июня можно сказать. Длинной истории не было. Постоянной out of stock. Или товар не зашел. Все. Сейчас товары цепляемся. Сейчас уже ввозим большими количествами. И сейчас мы ввозим. потихонечку. Потихонечку. Наверное. Большими партиями. Ну вот. Будем возить. Наверное. Вот так. Большими партиями. Чтобы out of stock не выйдет. Но это большие партии. Будет зависеть. Сейчас как раз у меня очередной новый товар. Я задумываюсь над этим моментом. Товар недорогой. Я как раз сейчас переговоры иду. Ну. Три вариации. По 1000 штук. Вот. Видимо. Не знаю. Как их ввести отдельно. Просто даже не знаю. Надо думать. Видимо по 2000 нам. Сейчас как раз об этом. То есть я говорю. Вот это вот. Постоянно. Вот это вот. Только об этом. Вот только этим живешь. То есть вот. Вот. Каждый. Каждый микромомент. Надо продумывать. И вот я сейчас говорю. Ни одного товара. Еще не было такого. Который вот я запустил. И вот он у меня буст. Ты поперла. Поперла утром. Просыпаешься полтора раза больше. Просыпаешься полтора раза больше. Просыпаешься полтора. То есть. И все. Все. Товар кончился. Блин. Ну что делать. Пока тормознул. Пока туда-сюда. И все. И все. Все закончилось. Так что наверное. Вот на 2000. Дорогий товар. Какая цена? Ну если в себестоимости. Я считаю. Ну вот. Могу. Могу свою статистику собрать. Если мы считаем. Недорогие товары. Для меня. Я считаю. Это вот. С доставкой товара. Я товарами маленькими торгую. То есть. Это практически доставка бесплатно. Ну то есть. Она там. Я не знаю. 10-20 процентов от стоимости. То есть. Это вот. В районе 6 долларов. Это вот. Недорогие товары. Я считаю. То есть. До 6. От одного. До 6 долларов. Ну. Доставка. Наверное. От двух. От полутора долларов. До 6. До 7. Вот так вот. Но если. Утрировать совсем. До 10 долларов. В себестоимости. Товары. Я считаю. Недорогие. Ну. Может быть. До 10. Все таки. Дорогие. Уже многовато. Но вот. 6 долларов. Это вот. Такой предел. То есть. До 5. Это точно дешевые товары. Это факт. Вот. То есть. Там. 6. 7. 8. Это вот такие промежуточные. Вот. Средние товары. Я считаю. Сновой диапазон. От 10 до 30 долларов. Закупки. Это уже такие. Приличные. Потому что. За 30 долларов. Если ты купил. Ты уже продавать. Будешь там. За сотню далеко. То есть. Там. 150. Там. И так далее. Вот. Ну. Должны. По крайней мере. Так. Торговать. Все. Что дороже. Наверное. 30 долларов. В себестоимости. С доставкой. Наверное. Уже дорогие товары. На данный момент. Для меня. То есть. Я уже такие. Точно не потяну. Я. В принципе. В средних товарах. Не участвую. То есть. У меня. Вот. Товары. На данный момент. Я себе поставил планку. До 10 долларов. Вот. Дороже 10 я не беру. Потому что. Тысяча. Вести по 10 долларов товарам. То есть. Как я. Тысяча стартую. Вот. Это вот. Десять тысяч долларов. В принципе. Для старта. Это предел. Вот. Я. Я смотрю. В первую очередь. По чем продают лидеры. Сколько я могу заработать. А не сколько мне там надо. В закупку. Вкинуть денег. То есть. Если товар был бы 10 долларов. Я продавать его мог за 200. Конечно. Я такой товар пошел. Но. Так как. У меня связан мой. Этот. Ресерс. Больше с дешевым товаром. Я на такие товары не вышел. Но. Да. В такие товары с удовольствием. Если есть такие товары. Я с удовольствием проинвестирую туда. Пускай они за 200. Но. Там. Я не знаю. Сколько там. Со 100 долларов. Даже фи таких. Не знаю. То есть. Я знаю. Там. Мы товарами торгуем. Там. До 30. Там. Так. Андрей. А как правильно спрашивать. Когда выбираешь с предводителя. Фоб или. Эксв. Я вообще это не спрашиваю. То есть. Ну. Вот. Реально. Я. Я не логист. Вот. Вот. Я понимаю. Что я такой. Фоб. Эксв. Но. Вот. Морем я не вожу. Во-первых. Вот. Я из-за этого. Я просто спросил меня. Сколько будет доставка. Я спрашиваю. От двери до двери. Дор-то-дор. Там. Грубо говоря. Все. Меня вот это беспокоит. Вон. Илюха. Специалист. У него дорогой товар. Вон. Ну. Илюха. Там. Наверное. Тоже от размеров. Зависит еще. Ну. Вот. Ну. Да. Тридцать процентов. В принципе. Стандарт. На самом деле. Действительно. Чего. Голос убивать. Тридцать. Если он. Нормального размера. Не оверсать. Вот. Из-за этого. Ничего не спрашиваю. Таких вопросов. Спрашиваю. От двери до двери. Даллас. Амазон. Все. Я от простого иду. Я не хочу усложнять. Это вот. Фоб. Эксв. Вот. Это все. Для. Форвардов. Для. Логистической. Системы. Я. Искаю. Там. ПКС. Там. И так далее. Для меня. Продажи. Интересно. Как возить. Мне интересно. Все. Больше ничего не интересно. Я. То есть. Даля. К сожалению. Цена. Не гарантирует. Качество. Вот. Это. Вот. Действительно. Большая проблема. За это. Мы ищем. Такой вариант. И второй момент. Надо иметь. Зазор. Если. Зазор. Нет. То беда. Игорь. Используется. Игорь. Игорь. Фирму. Второй не знаю. Всех. Ни разу даже не слышал. Первый раз. Там еще зонбласт есть. Не использую. И никому не советую. Так. Я имел ввиду. Выбор. Производителя. Игорь. Ну. Я сейчас говорю. Я. Вот. Что я делаю. Я абсолютно точно. Все сказал. Вот. То есть. Послал письмо. Второе письмо. Получил образцы. Провели переговоры. Если. Они находятся близко. Сходили пешком. Посмотрели. Съездили. Если нет. Значит. Ну. Что. Принимаем решение. Выбираем. Кто что пишет. Кто что рисует. И самое важное. Это. Реально. Для меня. Даже. На первой. По ставке. Я не понимаю. Что будет с товаром. Это. В принципе. Переговоры. Моего. Вот. Этого. Помощника. Потому. Что она уже. Общаясь с людьми. Как быстро реагирует. То есть. В эти моменты. Я еще раз говорю. Мне интересует. Я прям. Прям по английски. Простому. Пишу. Меня интересует. Стоимость товара. 1000 ПКС. С доставкой. Амазон. Даллас. Все. Больше ничего не пишу. Ни разу не было вопросов. Там. Я не знаю. Один из 100 напишет. Вот эти вот. Абриатуры. Вот. Которые. Я всегда путаю. И. Особо. В них не разбирать. Потому что они мне не нужны. Вот. Вот и все. Так. Например. Какая цена вашего товара. При условии. Что лаги заберет. Вас с завода. Не пойму. По доставке. Я уже сказал. То есть. Они мне говорят. Стоимость товара. Там. 1000 штук. Доставит. Амазон. Даллас. Будет столько. Все. Примерно. Мы понимаем. Что бывает. Доставка. Там. 5-7 дней. Там. Я не знаю. 4-7 дней. Бывает. Доставка. Там. 10-14 дней. То. Что я. Самолетом. Вожу. И за это. Вот. Эти вещи. Мне как бы. Не касательно. 250-300 процентов. Моржа. С учетом. ФИ. Давайте. Уточним. По поводу. Этих. Всех вещей. Я. Наверное. Я не знаю. Там. Устарел. И. Все. Неправильно. Там. Все эти. Рои. Моржа. Там. Как эти. Моменты. Меня это просто убивает. Честно. Я не могу этого понять. Я считаю. Очень просто. Я вложил. Доллар. Сколько я зарабатываю. Чистыми. Если я зарабатываю. Понятное дело. Когда. Мы запускаем PPC. На. Там. Я не знаю. На. Буст. Там. Вообще. Без ограничений. У меня сейчас стоят. Бюджеты. 400 долларов. Там. На. 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 500. Я уже не помню. Я. Собираю. Статистику. Там. Но. На самом деле. Даже. Бюджеты. Бывает. Во. На. На. сегодня поставили, до этого там 200 было из 100-150, вот так. Сегодня 400 поставили, вот как раз в Черной Пятнице, но это я не готовился. Честно могу сказать, это просто мы ведем, набираем статистику, которая во вторник у меня закончится, там вот эта выгрузка пройдет, и в принципе я обрежу, и просто буду с этого зарабатывать, и все. Вы с самолетом синие линии? Не понял. С самолетом отправляют да, Аэро Иван, Транспортников из Китая, сможете посоветовать? Ну, наверное, нет. Нет такого, чтобы все были довольны. Забыла, мы кем возили-то. Сергей рассказывал про логисты, я вот с Китаем. Не помню. Я очень часто вожу производителя, очень часто. И у меня все, все форвардеры, логисты, посредники, запасный вариант. То есть, когда у меня предваритель что-то там как-то это, мы, соответственно, туда отправляем. Вот. Ну, то есть, 50% наверное, отправляем разными предварителями, а все остальное раскидываем на разных форвардер. Кто в данный момент готов, быстрее отправить мой груз, принять его там, отгрузить, отправить. Ну, то есть, вот эти все моменты. не понял, не понял, нет это вот про вопрос сейчас, или это утверждение сейчас принято считать, когда в закупке овер 30 долларов. Поясните, пожалуйста. Не понял. Ну, вот Лиза, Лиза, это самое, да. А вывозил, кстати, с Лизой у меня, отвозил я только один товар. С Лизой ничего плохого не могу сказать, нормально. Но, блин, Сергей говорит, полгорода она берет бесплатно. Нифига, с меня деньги взяла. Потом, когда мы начали, началось вот, прямо вот только привезли, надо переупаковать товар. Какую радость она переупаковать решила. Потом нам фотография показала, идеальные коробки, просто идеальные, потому что у нас поставщик, ну, я в нише взял самого дорогого, то есть, ну, там просто идеал вообще. Ну, то есть, я не могу сказать, вот, то есть, один раз я с ней поработал, впечатление двойственное. Отправил нормально, все нормально, пыталась практически везде прилепить бабок, везде, просто вот на все, на чем можно, пыталась прилепить. Вот, мы, в принципе, везде отбились, вот, отправил нормально, но я не могу сказать, что я доволен. То есть, ну, нормально, нормально, ну, не фонтан, чтобы сказать, прям, вот, я там зуб дам, вот, идите к Лизе всем. Неплохая. Я ее всем советую, в первую очередь, для сравнения цены. Я на днях разговаривал с человеком, он с Джимми работает очень давно, его все устраивает. Все как угодно. Там, там, Игорь Лиз, там, грубо говоря, сделали там компанию, тоже работает. То есть, все, все работают. У всех есть все вот эти вот и косяки, и нормальные моменты, и забыл, как компания, то, что называется там. Ну, полно. Так что, идеальной компании нет. Вот, из-за этого, я считаю, надо всех обзвонить, и где вам предложат нормальные условия, все именно верные работы. Мне кажется так. Вот, потому что я говорил с Лизой, вот у меня, я не могу ее посоветовать, конечно, там, например, она говорит, сервис на связи, да, у нее это нормально. Но вот, как она, вот это все, ну, главное, коробки перепаковать. Я был вообще в шоке просто. Ну, вот, я говорю, давай фотографирую какие коробки. Коробки идеальные, там, я не знаю, там, толстенные стенки, там, все четко сделано вообще. Там, то наклейки не так, надо переделать. Ну, короче, то ли обмануть хотела, то ли вообще бестолковая, то ли ей это говорят, она не видит товар-то. Ну, то есть, непонятная история, и я как-то это, так, ну, поставил бы я оценку за ее работу, 4 с минусом. Сергей. Отспрашиваю китайца про доставку, до двери Даллас Амазон, как ты уверен, что Амазон именно сюда доставку запросит, или это для ориентира? Для ориентира, конечно. Но самое, что смешное, вот, и сколько бы не делал я этих листьев, все время на Даллас отправляю. Вот, как бы там ни было, то есть, я как бы по статистике. Бывает, а точный адрес, у меня там есть, где-то список всех этих адресов, складов Амазон, ну, я им это самое говорю. Выберите любой, и туда отправляйте. Нинус в инспекции заказывается на 100%, то есть, каждый юнит, Ну и слава, каждый юнит на 100%, это у нас отбраковка, мне так и сказала, одна компания. Опять, не помню, как называется, но смысл один. Мне кажется, на первой стадии, ну, первой партии, надо как-то проверку делать, в любом случае, полезная вещь, вот, но мы часто не делаем, ну, вот, как так, говорю, как есть. А, что еще? 100%, делали мне 100%, прям реально, снимали, прям, ну, это, вот, наверное, правильно, где-то там, я не знаю, 30%, делать проверку, некоторые компании, которые, ошибку умные, такие, по-другому можно их назвать, но я называю их ошибку умные, они там все рассказывают, про какие-то схемы, там, туда-сюда, все схемы работают, когда мы уже постоянно работаем с производителем, то есть там 10%, если там меньше там, я не знаю, там 1%, 0,1%, 0,2, 0,3, мы там делаем еще 10%, там, если выше, ну, то есть вот таким акаром, это правильно абсолютно только тогда, когда вы постоянно проверяете товары, то есть это у вас 2, 10, 24 поставки, и вы реально всегда делаете проверку, это в принципе правильно, ничего с такой нет, я тоже бы так делал, если бы я торговал товаром, например, там у меня контейнерный закупался, и каждая поставка стоила там 100 тысяч долларов или миллион долларов, однозначно там человека надо нанимать, чтобы он там тусовался и 100% отбор делал, но так как он 100% контейнер не проверит, он естественно будет процентами, но когда партия 1000 штук, и мне рассказывают, что первый раз мы с ними работаем, он мне рассказывает человек о том, как он будет делать, я ему, я сразу с ними не стал работать, хотя вот мои партнеры, некоторые с этими компаниями работают, и вот они мне там рассказывают о том, что вот они будут делать так и так, Я им сказал, что мне вообще без разницы, как они Или они делать будут, как я сказал Вот, как мне надо И они будут за это отвечать Потому что если будет брак, я им предъявлю Вот, ну мы, естественно, не сработались Потому что обычный покупатель услуг Он, естественно, пулять не может Если они меня подведут Я их с ног до головы обосру здесь Вот, то есть они получат И, соответственно, мы просто не работаем То есть мы как бы нормально пообщались Я сказал, что надо делать вот так А люди уже привыкли делать по-своему Им нравится, там, я не знаю, 10% Какая-то у них есть, там, математическая Но я могу точно сказать Именно про эту же компанию Я знаю, как минимум один раз У них был жесткий косяк, кстати Вот и все А я не хочу быть в этом одном проценте Хочу, прошу, приехали, проверили Я им доплачу Кстати, это не с одной компанией такая история была А с несколькими компаниями Потому что все, в конечном итоге, становятся мегапрофессионалами То есть я ничего не вижу Такого великоинтеллектуального В проверке и консолидации товаров Это обычная, рутинная работа Но некоторые, некоторые почему-то считают Что они становятся какими-то великими профессионалами В этом деле И они там добиваются каких-то невероятных результатов И они начинают диктовать свои условия Что вот они знают, как надо делать Вот, но извините Мы тоже как бы знаем И проверяли огромными партиями И работали там не по тысяче штук А фурами, 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 фурами Огромным количеством А кто-то, я не знаю, там, может и пароходами принимал Вот, и когда люди там вручную перебирают Не хотят 500 штук Это первая поставка И непонятные проценты Когда созванец говорят У них тут брак Там это, это И не хотят дальше ничего проверять То есть и люди бросают просто у разбитого корыта А деньги вперед берутся За проверку Ну, как бы это не очень красиво, мне кажется Но это, опять же Я, мне проще в этом отношении работать Все равно То есть у меня есть какие-то Дружеские отношения Из-за этого Нормально И Я считаю Если есть у кого-то проблемы С кем-то Обращайтесь В любом случае Чем сможем Поможем И вот сообщество достаточно Это же сообщество открыто То есть если есть какой-то негатив Который надо Разобрать и помочь Мне кажется Сообществом Это более просто решать Как более просто Платить китайц Можно Тизисно Про Trade Insurance Как он работает Я не знаю Как Trade Insurance работает Карту подвязал И оплатил И забыл Вот и все Единственное бывает Безопасность Алибабы Прикрывает эту карту И блокирует С чем связано Не знаю У меня так с Алиэкспрессом было Месяц разбирались Но разблокировали Все нормально С Алибабой Я оплачивал Еще раз говорю Один раз Trade Insurance Все остальное Плачу Пайпэл Так Теодор Может лучше Попросить Фото коробку У производителя И потом отправить На препцентр В США И там уже коробки Осмотреть И наклеить Лэбл В США Если уже тогда Коробки будут Помяты То там же И перейдем Я не знаю У меня нет проблем Я отправляю Вот как я отправляю Будут проблемы Это будут делать Переклейка В Америке Наклейка Препцентра И все остальное В Америке Стоит нормальных денег Дороже еще чем в Китае Вот Если у вас товар будет Дерьмовый Вы будете его назад Отправлять И бывает что Его перевести Через таможню Можно Какими-то полусредними Полусерными способами А назад вернуть Уже никак Или это стоит Просто космических денег Потому что В Китае не везут То есть Из Китая везут А из Америки Уже не везут Моментов много Это больше такой Я помню Мне один известный Товарищ По этому поводу Как раз и говорил Что он так делает Это супер мелкий бизнес Это когда Вот мы на Алибабе Ой на Алибабе На Когда я там Года три назад Интересовался Вот этим интернетом И как раз Ибэем Вот это как раз Этот мелкий дропшиппинг Разговоров Наоборот Пятьсот долларов В месяц Заработок Сто долларов Вот То люди Прям реально У меня есть Знакомый С которыми общался Он как раз Этим занимался Он все покупал Там эти аккаунты Он не знал Как даже Увеличить Вот эти вот Наверное Как они называются Ограничения На На Алибабе Потому что Как-то не развито Наверное было Что ли Ну в любом случае Это мелочевка И когда вы контейнер Будете возить Там на предцентре Все остальное Это не дело вообще Должен быть Должен быть Конвейер Должна быть Схема работы Должны быть Профессионалы Которые этим занимаются Профессионалы Должны делать Профессионально Вот и все Просто есть компании Которые идут Навстречу И нормально Это делают Которые не делают И очень многие Реально Нагляет Начинают Это я Вот По 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 Посредникам Китая Могу Прям заявить В начальном стадии Пока нет Клиентской базы Только начинает Все ласковые Пушистые Работают Супер качественно Чем больше клиентов Тем Некоторые Вот этот момент Перенасыщения Наборов Огромного количества Заказов С которыми не справляются У меня есть люди Которым надо проверить товары И они ждут По 7-10 дней Откуда годится Вообще Люди взяли В работу Товар Мне вообще все равно Есть у них Договорились на четверг Значит должны на четверг Я понимаю Там заболел Чем-то Ну там на пятницу Но когда там На 10 дней откладывают А на 7 дней Это не дело Вот То что у них там Более жирный клиент Или еще что-то есть Это нехорошо Да Бэкграунд пригодился Точно Трейд иншуранс Вот люди пишут Плохо работает Так Тимур Самое смешное Что Мотивирует Это тем Что Упадет внутренний контроль На предприятии И в открыто Говорят что не хотят Отвечать за брак Который может обнаружить Уже на Амазоне Так Не понял Тимур К чему Самое смешное Кто мотивирует Проверяющие Должны просто проверить Товар Все Больше ничего не должны Внутренний контроль Говорят что Не хотят Отвечать Тимур Уточните пожалуйста Я не понимаю Катерина Не проклятая Опять Если вы не используете Ревью сервиса То как набираете Стартовые 10 ревью Для партии В 1000 штук 100 ревью Это не просто Сделать без сервиса Если не иметь Собственно Полуревьюров Ну они у нас есть Такие вещи Говорите А зачем мне эти сервисы Они Ну они Мне они не нужны В том числе Что у меня это все есть Я это все организовал Уже Второй год пошел То есть Как правильно сказать Ну я могу Честно сказать Вот Катерина Например Что Я конечно Не сильно Мониторю Но я уверен Что у нас Услуг Гораздо больше Чем у буржуев У буржуев Вот Скорее всего Хоть они там Уже там И на пяток лет Почему Не из-за того Что мы лучше Или хуже Просто мы работаем Мы можем себе позволить Вот сидеть здесь На русском Рассказывать вам Я не знаю Такие вещи Которые на английский Побоялся бы перевести Вот и все И эти услуги Мы пользуем Там у них Это называется Я не знаю Как это называется Блэклист Или где там Они там прячутся Там всякие Программисты сидят И там этим пользуется Ограниченное число людей Вот Потому что Все вот эти Вера Линч И все остальное Просто у американцев Нет таких возможностей Они не хотят Делать выкупы Они не хотят Этим заниматься Вот Я не 10 У меня сотни отзывов Есть склейки Есть много Всяких моментов Ну то есть Я не знаю Я конечно мог бы Я не знаю Вера Линч И Зонбласт Это исключительно Такие компании Которые необходимы Там Где нет других способов Вот это делать На самом деле Их спокойно заменяют Фейсбук группы Через которые Я по купонам Раздавал там У меня рекорд был 40 штук в день Вот И я не вижу Никакой заслуги Вообще Вера Линч Они там Просто Ну ничего хорошего Я там Особо не вижу Ну выводят Они в топ Мы по другому выводим Какая разница Вот Людей этих По купонам Найти не проблема Вообще Я в ручном режиме Все это находил Они берут деньги За автоматизацию Не вопрос Эти сервисы Которыми они занимаются Если бы нашим Программистам Дать задание Да они давно бы Уже порвали этот Вера Линч Зонбласт Мне кажется То есть уже Столько всяких Там намудрили Просто Ну я не знаю Ну в любом случае Просто Даже Даже нет необходимости Заниматься купонами Когда вы по купону Раздаете товар Амазон Сразу вам Стоит галочку Что вы нехороший продавец Что ваш товар Не продался Ну двинут они Да Там есть полезные действия Эффект этот есть Он то есть То нет Кстати Тоже это достаточно Относительно Вот Это однозначно Вот Мне как бы Нет необходимости С ними работать В любом случае У меня проблем Со всеми поставщиками Полгода потратил На производство С разными поставщиками У всех был брак 50-100% В итоге оказалось Отказался от этого товара Но пока не могу Добиться возврата денег На Алибаба Трейд иншуранс Не признать результаты В моей инспекции Ну вот Вот и трейд иншуранс Я и так говорю Ну я и с Пайпелом Я говорю Я один раз вернул Один раз не вернул Но там есть свои хитрости Как бы В любом случае Я думаю Их много хитростей Надо просто Как бы Этим заниматься Все таки Лучше переговоры проводить Конечно Многие так И для старта 10 ревью Екатерина Вообще никак То есть вы Наверное Вам кто-то На уши Присел По таким Запускам Дедовским Лет 5 назад Когда это делали Вот И там 10 отзывов Потом там ППС на автомате Вот Это уже не работает Давно То есть Ни 10 не положит Ни 15 не поможет Ну Если только повезет Тимур Уточнение Посредникам не хотят Отвечать За свои Инспекции И за Про Да-да Это у них Называется Отбраковка Они не хотят Запариваться Вообще Но я могу сказать Чем более Молодая контора Чем меньше Людей заказов Тем Они идут На всякие Вот эти Вот На качество Чем Начинается Вот этот Вот Жор То есть Это постепенно Начинается Ухудшение Качества В первую очередь Из-за того Что они берут Слишком много Заказов А Не всегда Получается Вот То есть Много 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 Таких Вот Сложностей Спасибо Вот Что еще Сервисов Нормальных Так Значит Что еще Тренд Иншуранс Обратитесь К Рубику Может быть Он вам Поможет Там Вот Я человек Приводил С Израиля Который Решает Именно Представителя Либобой В Израиле Вот Я думаю Отправляю Некоторых Людей Туда Еще У меня Есть Товарищи Которые Забирали Денежку С этого Самого С Али Бабы Сейчас Я скину В чат Чат Сейчас Скину Федора Они Тоже Забирали Вот Моему Сейчас Ученику Они Помогают Составить Документы Как Как Там Они Сделаются Так Что Сейчас Секунду Забьем Ну вот Обращайтесь к людям Спрашивайте Может быть Кто-то Лучше Подскажет Сделать Да не у меня Зачем Так Значит Это самое Так Давайте Тогда По очереди Понял Спасибо Вы Право Они боятся Про это Говорить К тому же Мало Кто Имеет Подобные Сервисы Но Это Пользуются В основном Американцы То есть Когда у нас Ничего Не было То есть Я Лично Когда Первый раз Услышал В августе Того года Или там Не помню В июле Я сам задумался В августе Интересно было Но на самом деле Уже столько В аду текло Что просто Я думал Они уже давно Крякнули И Ну Просто кому они нужны Мне даже Даже загадка была Ну вот сейчас С войной Вот этой Постоянной Там Томасон Вот эти вот все Они приспособились Они там У них юристы Вычитывают все эти Правила Амазона И для американцев Предоставляют такие Урезанные Жестко урезанные Правила Жестко урезанные Правилами Амазона Сервисы Которые дают Достаточно такой Ну на мой взгляд Не очень Эффективный способ Но зато Более-менее правильно Но не факт Что Амазон Послезавтра опять Увидит что-то В этом манипуляциях И естественно Их опять заблочит Вот Ну пока Может быть На них там мало Жалуются Вот Мы Так значит Андрей Тогда Какой выход Если не купоны И зонбласт И брать у вас Верифайд Да вы Можете делать Вообще что угодно Я не знаю Как я запускаю Я рассказывал А вы можете Не у меня брать Я верифайдом Вообще не занимаюсь Я эту раскручивал Тему с Сергеем Вот Мы очень Очень много На этой силы Времени потратили У нас есть какая-то База ревьюеров Но не более того Мы ее используем Для своих товаров Да и все Так Юрий Ну так Если Составляешь договор На ТА И перекрепляешь Его Подписанный С обоих сторон Просто присылаешь Фотки и все Я сам так отменял Так Был опыт Возврата через Пайпл Проблема в том Что на звонки Только работа Робот отвечает И нормально Мне объяснить Проблему робота Я не знаю У нас отвечает В России Нормальный Люди Единственное Бывает Очень забавно Когда Каким-нибудь Я не знаю Люди Явно Не русскоговорящие А вот Имя там Я на переводчике Это реально Так забавно звучит Он вроде Говорит по-русски Но вообще Непонятно Что говорит То есть Такие вещи Рассказывают Я просто В шоке Ну проще Перезвонить Да еще раз Заказать звонок Вот То есть Никаких проблем С Пайпелом Можно общаться Я просто Сейчас на данный момент Хочу все-таки Оспорить Вот эту ситуацию Не для того Чтобы С надеждой Вернуть деньги А понять на будущее Может что-то Они мне там Расскажут Подскажут Просто мне интересно Вот мне товар Приславит плохой Я за него заплатил Вот Как мне на будущее Действовать Чтобы Такой ситуации Не повторилось Я этого Не могу понять То есть Из-за этого Хотелось бы В этом разобраться Так Два часа Отработали Я так понимаю Больше в принципе Вопросов нет Давайте Последний блок И Закончим Наверное Продолжение следует Ну Тогда Все Всем удачи Всем пока До свидания